всем привет добро пожаловать в новый влог сегодня я проснулась не то чтобы с классным настроением но с четким осознанием того что мне нужно как-то ухватиться за реальность и пусть жизнь очень сильно изменилась за нее хочется держаться карабкаться и продолжать жить вообще человек такое уникальное существо которое приспосабливается даже к ужасным условиям и так как моего моральное состояние как и у очень очень многих людей в данный момент равно так как я говорила в прошлом видео не ноль а минус 10 я поняла что мне нужно проводить больше времени с детьми и даже на прогулке с собакой я стараюсь хотя бы там полчаса скажем или час пообщаться с родными с близкими и не смотреть постоянно новости также постараюсь чуть больше заниматься бытом это то что отвлекает это то что необходимо сделать и я сейчас с вами разговариваю у меня типа тут все нормально на фоне но на самом деле куча коробок справа не стану сейчас трогать камеру которая тут держится на честном слове вот нужно разгребать стирку также у меня есть немножко отснятого материала который я опубликую так как я убиралась я наводила порядке и если вы хотели бы как-то хоть на пару минут отвлечься не знаю найти какую-то мотивацию на то чтобы что-то сделать дома опять же чтобы как-то хоть на чуть-чуть переключиться оставайтесь со мной будем выгребаться вместе и не то чтобы жить прекрасно и беззаботно но я поняла что иначе я угроблю себя психологическом плане и мне хочется вернуться на youtube мне хочется общаться с вами это тоже огромная часть моей жизни я это делала практически каждый день снимала видео и мне этого очень не хватает пока вот болтаю с вами сколько там минут до мысли хоть немножечко но очищаются расскажу вам о том как мы живем здесь все вместе немножечко также вы просили меня показать рецепт пп печенья моей мамы мама сейчас пока болтаю с вами она сходит за орешками за изюмом и мы обязательно приготовим печеньки попьем чай со вкусняшками и я надеюсь что вам такой рецепт также пригодится и понравится потому что он простой продукты совершенно базовые быстро готовится ну как без заморочек можно сказать без лишних каких-то обо всем по чуть-чуть у меня периодически до сих пор садится голос я не знаю когда это закончится но пока есть как есть для истории во что превратился наш дом точнее во что мы его перестроили вчера были мои подружки из украины помогали мне они живут отдельно также несколько дней тому назад была моя зрительница с детками еще приезжали забирать вещи в общем мы переорганизовали детскую комнату вот здесь стоит сушилка для белья мы с мужем будем на последнем этаже на третьем получается и весь второй этаж мы отдаем нашим детям и еще пятерым дополнительным жителям значит здесь расположится мама с ребенком если окажется что это не временно затянется надолго то мы потом докупим кровать и будем как-то думать еще куда складывать вещи потому что мы просто-напросто не успели это докупить вот здесь справа находятся шкафы с одеждой игната и некуда это складывать я всегда мечтала купить сюда большой шкаф или сделать под заказ но опять же на это никогда не хватало времени надеюсь оно когда-то найдется сейчас не это важно здесь у меня еще последствия огромной распаковки всего того что мы покупали и в срочном порядке раскладывали здесь еще одна сушилка в этой комнате расположится мамочка с маленьким ребенком с восьмимесячным если нужна будет кроватка то я уже договорилась завтра мы и заберем посмотрим потому что мы сейчас и ждем они должны вскоре подъехать границы домик с другом поехали забирать здесь какие-то старые пеленки которые я нашла еще после моих мальчиков без понятия что они взяли с собой поэтому но вот то что есть сразу по находила памперсы детские купили потому что опять же не знаем сколько их у людей отсюда мы повыносили практически всю мою косметику какую-то технику которую я использовала для съемок свет и все остальное наша спальня с домиком загружена а вот здесь какие-то вещи и теплые и на каждый день я оставила для тех кому они сейчас больше нужны много и так раздала здесь еще мои ароматы находятся не успела я их убрать но если не будет хватать места придется избавляться и от этого так тут мне нужно навести порядке все детские вещи стирку мы теперь будем делать для нашей семьи на последнем этаже слава богу у нас там и сушилка и этот стиралка я вообще не в адеквате потому что одиннадцатый то ли двенадцатый день и я столько стирки переделал за последнее время что это катастрофа так тут детские игрушки очень многое мы по выносили по соседям будем искать детские дома куда это все передать я принесла пакет сейчас еще будем собирать какие-то мелкие чтобы или опять же кому-то отдать в таком организованном виде или же будем раскладывать обратно дети тоже в стрессе от такого переворота дома но у нас нет другого выхода в кракове очень много людей поэтому у нас дома они тоже значит смотрите сейчас просто нереально найти ничего из жилья даже платно мы вчера купили новые полотенца и все перестирала у нас есть еще один дополнительный фен еще один отдала подружке подружкам гладильная доска утюг и это еще то что мне предстоит поскладывать мы поносить повыносили абсолютно все но помимо актуальной стирки освободили корзину так вижу что дети что-то уже туда на складывали потому что тоже привыкают к новым условиям это всегда было место для их грязного белья они сюда складывали еще как назло вчера томат поставил свое кофе в коробке которые мы покупали чтобы выносить наши вещи освобождать весь этаж и туда вылилась кофе пришлось все перестирывать перемывать в общем полный армагеддон вот здесь тоже я сложила полотенца которые уже высохли посвобождали вот здесь внизу еще там полотенца лежат какая-то бытовая химия все что может быть необходимо так идем дальше эта комната захара она довольно большая вот то что успели сделать успели вот это еще стирка которую мне нужно сложить дальше будем смотреть вчера складывала все лего вижу что захарчик подоставал потому что тоже им хочется играться и в нашей спальне мы уже вчетвером не поместимся так как у нас все завалено коробками здесь вот место для взрослого все постели тоже покупали стирали но хотелось тоже чтобы было удобно всем да и комфортно со второй стороны мы положили большой матрас здесь будут спать мои дети вот так человек не тяжелый с ними близкие поэтому все хорошо я надеюсь пройдет время они доедут к нам я скажу кто у нас будет на дольше так это место для моих деток и опять же вопрос какой-то организации вещей мы будем решать по мере поступления когда будем видеть сколько их и какие шкафы нам нужны теперь мне предстоит убрать весь этот пластик и нажарить блинчиков на утро потому что на ужин у меня есть и куриный бульон и я сделала еще там второе блюдо а завтра утром я не знаю сколько я встану чтобы никто не остался голодным так что весь этаж получается теперь в распоряжении не только наших детей будем тесниться и ютиться мы купили стульчик для ребенка и у нас самая большая проблема сейчас собакой потому что не знаю во-первых ребенок ползает томок намывал полы все пропылесосил но мика заносит довольно много грязи это раз прям очень много а во вторых я не знаю как как быть с ребенком не будут ли они бояться так что сейчас у меня еще и вот такая боль но временно наверно днем будет на улице а на ночь будем пускать ее домой поэтому видите что наша жизнь тоже довольно сильно изменилась последнее время я мало готовлю и в том числе и по той причине что нас дома больше я вам рассказывала что нас в общей сложности девять человек то есть помимо моего мужа двоих детей еще трое взрослых и двое деток так вот я сначала вы знаете как то думала как мы тут все уживемся как и здесь всем поместиться чтобы было более-менее комфортно я покажу вам как мы реорганизовали дом не знаю на какое время сегодня мы только с мамой дома поэтому я решила немножко поснимать в целом я должна признаться что ну лично мне живется нормально и надеюсь что нашим гостям тоже то есть это не ощущается что мы тут все сидим друг у друга на голове у каждого есть собственное пространство и нам очень повезло потому что у меня теперь появилась помощь в быту постоянно есть домашняя еда что-то вкусненькое мы по очереди делаем покупки и я даже практически не убираюсь потому что постоянно кто-то из женщин что-то вытирает что-то моет что-то пылесосит и у нас даже разный график то есть я поздно ложусь и проблемы со сном наверно тоже как у многих так вот мы ложимся позже они раньше и они раньше встают а мы позже получается что вечером в принципе дом в свободе ну как вечером уже там после десяти вообще мы сто маком одни внизу в зале а утром мы просыпаемся уже готовый завтрак и как-то так ну не знаю я это не ощущаю тем более что у нас отдельный отдельные санузел и поэтому тоже нет какой-то пробки утром перезапишу а то я думала здесь конкретный рецепт будет а у мамы на глаз пп печенье от мамы под названием на глаз нам понадобится овсянка два яйца где-то 700 миллилитров кефира корица ванилька мед по вкусу изюм и орехи можете использовать любые сухофрукты можно взять например финики но только немного их измельчить чтобы они не были прямо знаете вот такие в печенье что мы делаем кефир не должен быть холодным чуть-чуть его подогреваем так чтобы он не превратился в творог или может даже быть комнатной температуры добавляем туда чайную ложечку соды все должно зашипеть перемешиваем с двумя яйцами ваниль корица и мед по вкусу заливаем это все овсянку точнее как в кефир добавляем овсянку и смотрим по консистенции должна получиться такая густая каша то есть оно не должно плавать и оставляем минимум на полчаса также нам необходимо замочить изюм в горячей воде чтобы немножко набух и дальше разогреваем духовку до 180 градусов формируем печеньки я сейчас лечу за детьми пока их пособираю думаю что все уже испечется выкладываем печенье на пергаментную бумагу и запекаем от 30 до 40 минут когда приеду я думаю уже все будет готово покажу вам результат это невероятно вкусно и именно такого рецепта я не видела ни у кого не будьте как оля не измельчайте орехи так сильно у меня грецкие орехи их нужно было просто сделать сделать чуть меньше вышло как вышло в этот раз будет так все перемешиваем хорошо я попросила маму сделать второй раз это печенье потому что раз мама приготовила испекла быстро все съели ну не видно добавлять все помогло так помогло вышло так еще чуть-чуть и было бы мука формируем печеньки удобно конечно когда кто-то делает а кто-то снимает обычно я сама себе оператор и повар мама намочила руки и дальше продолжает делать выкладываем все они же не набухают мама нет или немного ли чуть-чуть ну то есть сильно они не вырастут ну не обязательно их вот так класть слишком далеко друг от друга они не слипаются печенье получается абсолютно восхитительным оно совершенно не твердое даже на второй день не становится дубовым обязательно попробуйте я уверена что вам понравится главное дайте хорошо пропитаться овсянки и для того чтобы было еще более полезно можно заменить мед на кленовый сироп например думала уже что мне придется покупать новые белые кеды они так быстро изнашиваются вы знаете потом взяла обычное мыло хозяйственную губку и такой шорской стороной очистила более-менее вот эти вагабонт конечно уже слегка подустали и я в основном хожу в них на прогулку с собакой там были тоненькие шнурки они совсем уже пришли в негодность вчера были с мамой в торговом центре покупали там домашнюю одежду увидела в ccc просто белые шнурки мама на свои уже прицепила у нее точно такие же говорит что в принципе неплохо хотя они короче немножко чем оригинальные а вот это у меня кеды из резерв то не кожаные стоили тоже 200 злотых как и сейчас коллекция у них есть неплохие варианты но я нашла еще другие обязательно сходим с вами не на шопинг влог ну просто что-то порассматриваем достала шнурки постирала их и они довольно такие живучие я в них столько выходила в прошлом году вот этих кедах плюс мы были вот в италии осенью я поднималась на вулкан у них это была единственная удобная обувь вот обратите внимание не знаю как солнце сейчас позволит показать или нет в общем здесь на этих гладкая кожа и она быстро сгибается видите как выглядит а здесь зернистая и она не так быстро пачкается лучше отмывается и в принципе выглядит как-то ну лучше да я правда эти покупала попозже они отличаются хотя сейчас так и не скажешь но в общем хочу вам сказать что я реально их не щадила и они такие удобные как тапочки не тяжелые а вагабонд тяжелые вагабонд покупала на ансвере и прежде чем мы с вами попрощаемся я хотела бы рассказать вам о том как мы поддерживаем своих детей именно в психологическом плане я конечно не великий специалист в этом деле и все мои какие-то слова наверное не смогут помочь тем кто находится в горячих точках кто вынужден был покинуть свой дом в Украине после того как началась война но поверьте мне что есть огромное количество людей которые очень сильно переживают за то что происходит в Украине и это тоже сказывается на детях когда 24 числа мы узнали что Украину начали бомбить я не впала в истерику конечно я тут не валялась на полу не плакала не орала но тем не менее мой организм отреагировал очень странным образом то есть меня просто трясло меня трясло так как будто я не знаю меня ударило током и я переставала трястись только тогда когда кто-то не я сама а кто-то мог вот например дотронуться ко мне и тогда меня переставало трясти и ко мне тогда приехала моя подруга она врач она говорит нужно что-то делать потому что она забирает руку а меня вот так трясет что ну ты не можешь вообще удержать даже стакан воды грубо говоря и что бы я ни пыталась делать с собой закончилась таблетками и пока как бы меня не откачали препаратами я не знаю может после болезни я была более ослабленной и дети это видят да то есть мама вообще в каком-то разваленном состоянии и физическом и психологическом они видели что я переживала что я плакала и где нигде также на фоне были новости они видели какие-то ужасные кадры и если у вас есть возможность оградить детей от новостей сделайте это по максимуму включайте наушники чтобы они этого не слышали и вы знаете наверное на второй день Игнат достал свой такой костюм спасателя у него есть ну там по моему костюм пожарника ну там значит жилетка шлем и он сказал что он идет спасать бабушку они с Захаром из конструктора построили как бы забор наверное да и сказали что они забирают это в Украину чтобы защищать бабушку тоже первые дни дети не могли уснуть мы очень много разговаривали и для них важно было вот это знаете тепло поддержка мамы вот это ощущение безопасности насколько это конечно возможно но для детей это родители это вообще как целый мир наверное и и мы также обратились к психологу мы попросили чтобы с психологом Захар поговорил потому что он уже более взрослый да он много что понимает и мы старались много объяснять и вот тоже психолог нам советовала во-первых по максимуму ограничить новости то есть какие-то там страшные кадры чтобы не попадали им на глаза и также она сказала что детям очень хочется как-то помочь они хотят именно помогать и они хотят хоть что-то делать то есть спасать бабушку это одно да но они тоже вот видят что все суетятся что-то делают и нельзя сказать там отойди я сейчас занята и так далее и вот у нас в школе тоже появились детские психологи которые общались с детьми на эту тему тоже много что объясняли и в нашей школе организовали несколько дней и это повторялось не единожды они собственными руками делали какие-то поделки абсолютно разные с украинской символикой или просто что-то красивое делали и потом устроили благотворительную ярмарку где все родители приходили и кто сколько мог столько и платил то есть не было каких-то цен на их изделия но тем не менее они собирали деньги и потом это все передавали в благотворительные фонды в которые мы с Томаком перечисляли деньги на помощь украинцам украинцам господи я заговариваюсь ужасно и многие какие-то элементы которые мы приобретали там были такие прикольные штуки антистресс тоже и кружки расписные и вот то что сейчас у меня я стояла на фоне сейчас покажу это картина сделанная детьми не только моими но и одноклассниками как видите здесь обрисованные руки и как будто украинский флаг из детских рук также мы собирали наши игрушки сейчас в основном дети живут в таком изобилии что у них слишком много всего по большей части даже в нашем детстве не было такого разнообразия игрушек такого количества при этом это очень часто недорогие игрушки и у нас две комнаты были завалены разными игрушками которые покупали мы и нам постоянно дарили бабушки дедушки тети дяди на все праздники и мальчики даже сами говорят мы можем что-то отдать и мы вместе сидели и перебирали игрушки одежду я уже складывала сама потому что это длилось бесконечно буквально выгребало все подряд но вот игрушки мы перебирали они сами отдавали то что чем хотят поделиться чем они могут быть полезны деткам которые сейчас переехали в Польшу на этом мы с вами потихоньку будем заканчивать следующий влог будет более информативным и наверное разнообразным мне самой себя как-то нужно привести в чувство и тоже расскажу о беженцах из Украины в Польше здесь их очень много больше двух миллионов человек я уже не успеваю следить за официальной статистикой но абсолютно точно что когда я выхожу куда-либо даже в ближайший магазин я обязательно встречу кого-то из наших людей действительно много их видно на улицах и поделюсь с вами какой-то общей информации да что предлагает Польша в качестве поддержки именно государства как реагируют люди какое настроение здесь у местных и еще вы просили меня рассказать о каких-то недорогих магазинах где можно приобрести например детскую обувь детские вещи что-то для взрослого вот именно самое необходимое у нас резко изменилась погода поэтому для многих это актуально ну причем я думаю что это будет как бы в тему для многих независимо от той стороны где вы проживаете на данный момент потому что в основном это сетевые магазины которые есть в большинстве стран Европы и не только и еще что-то девочки но обо всем потихоньку покажу вам фен щетку и возможно уход которым я спасалась от своего нейродермита всего того что на меня навалилось не спасалась нужно говорить в настоящем времени потому что я продолжаю это делать ну хотя бы хоть чуть-чуть лучше и то да это не главное да это не то что сейчас у меня на первом месте уж поверьте мне но хочется тоже как-то и самой выгребаться из этого психологического дна потому что если твоя голова перестает работать а в твоей помощи нуждаются много людей и если я могу поделиться с вами каким-то не то чтобы позитивом но чем-то не только такими же новостями которые везде везде от этого невозможно оградиться я с радостью буду приходить на канал и мне даже немножечко стало легче я не знаю где мой телефон это уже большой успех потому что обычно я хожу с телефоном вместо руки так что голова развеялась и сегодня меня вечером ждут химические эксперименты с детьми я им пообещала все пока-пока до новых встреч я надеюсь скоро